Здесь всегда много детей, но в день открытия скейт-парка на Цветном пришли и те, кто любит кататься у бывшего кинотеатра стерео, чтобы сравнить фанбоксы. Эмоции зашкаливали, все хотели опробовать новую экстрим-площадку. В городской среде должны быть различные предложения. Важно сегодня создать в городе такие возможности, чтобы удовлетворить потребности нашей молодежи. Если нравится заниматься футболом, он должен заниматься футболом. Ну а если полюбился скейт, велосипед или ролики, то добро пожаловать в скейт-парк. Уличные экстремалы собирались здесь и раньше, но теперь обновлены рампы, горки и фигуры. Я очень рада, потому что это замечательная возможность показать себя и со своими друзьями просто отдохнуть. Райдеры и роллеры из Санкт-Петербурга и Краснодара решили поддержать сочинцев и продемонстрировали свои способности. В Санкт-Петербурге сезон заканчивается в октябре, а тут уже ноябрь, конечно, ноября, еще можно кататься на улице. И поэтому, я думаю, с следующего года перебираться именно на осенний период сюда и открывать школу свою. Так что не исключено, что юные экстремалы от Цветного бульвара на следующий год будут заниматься уже с профессионалами скейтбординга. Елена Авсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.